Всем привет, друзья! С вами Маламадрас. И в обновлении 0.95 PUBG Mobile, помимо Royal Pass 4 сезона и динамической смены погодных условий на санке, добавили новый аркадный хардкор режим, или как он называется в русском переводе – тяжелый. Суть режима в том, что это вроде как обычная катка, но в ней нет некоторых вещей, к которым мы привыкли в обычном классическом режиме. Первое – это отсутствие подсказок о шагах врага, выстрелах, транспорте и так далее. Второе – отсутствие автоподбора, автозарядки и оружия, которое уже заряжено в самом начале. Ну и, конечно же, самое важное, как мне кажется, это отсутствие ботов, как говорят разработчики. То есть максимально приближенный режим к ПК-версии. Ну и, конечно же, я решил его протестить, и помог мне в этом видео мой дружище Максимка. Давайте же посмотрим, что получилось. Вот почему, мне кажется, в этот режим надо именно играть командой, или в дуу, или в скваду, потому что самый хардкор как раз и чувствуется, когда ты типа с пацанами играешь. Иначе один соло, а что тебя смущает? Просто нет подсказок, получается. А здесь ты не знаешь, это друг твой стрелял или прошелся. То есть вот эта там фишка прикольная. Посмотри, сколько сквадов наверху. Блин, я упал вниз, у меня тут тоже чувак, походу. У меня нет оружия. Я что-то не увидел, где там куча сквадов, если честно, ну да ладно. У меня сейчас только что упали, только что упали еще. У меня нет оружия, чувак. Фигеть. У меня есть, сейчас подойду. Фон, чел у меня. Он меня сейчас убьет. Фон, чел у меня сейчас убьет. Хорош. Да, бери патроны. Сейчас я его уберу. Патронов нет, в отстатках. Капец, вот это ирангель. Я сейчас его чес. Вот это хардкор. Вот это настоящий хардкор, когда нихрена нет. Но я вижу в чате, что калаш есть, стреляет. Ну я хз. О, тут пистолет есть, кстати, еще револьвер. В моем ангаре. Аккуратно, на FB, на W, по-моему. Да, я вижу, я там. О, нифига себе, с револьвера просто насаживаю, как нужно. А где еще ты видел? Да я вдалеке, там на S, вообще в середине, там он до сих пор ползает. Тело, еще попал по нему. Надо, мне кажется, как-то отсюда, короче, двигать. Так, давай наоборот сюда, может, убьем кого-нибудь с пушкой и все. Вон, я нашел. Блин, я... Ай, тупорылая текстура, представляешь? Ты в севе сейчас будешь? Ну, да, но он меня сейчас доберет, наверное, я внизу. Иду, вижу, вижу, я этот взял. Дробаш? Он здесь у меня, на мне. Постреляй в него. Берил. Постреляй в него уже. Я вышел. Еще кто-то обходит. Короче, капец. Хорош. Там еще кто-то заходит. Ой, мужик, ой, мужик. Ты всех там перенокал? Вот так. Причем, ни подсказок, ничего, я представляешь? Я в чувака пытаюсь зарядить с револьвы, а у меня все в текстуру летает. Именно я не могу даже прицелиться. Так, у меня аптечка зато есть. Кто-то идет. Через загар сейчас выйдет. Я тебе могу патроны отсыпать. Смотри, у меня на нам патроны. Смотри, куча патронов, 70 штук тебе дал. У меня револьвер же был. Ой, еще один вышел. Хорош. Так, я им туда прокидываю сразу, пусть горят. Блин, не туда прокинул, по-моему, да? Хорош. Я, короче, этот... Тут еще. Я чисто саппорт. Тогда я пушку какую-нибудь возьму. Заходит. Стой, Макс. Да я не могу перезарядиться никак. Да твою же дивизию, идиотская херня. Да уж, первая попытка выдалась не очень удачной. Порой забываешь, что нужно перезаряжаться, потому что привык, что в классике оружие само перезаряжается, как кончаются патроны. Но тут не все так просто. На то это и хардкор режим. А учитывая, что это телефон, а не ПК или не эмулятор, то хардкорность сразу же ощущается. Кстати, об эмуляторах. Знаете такой эмулятор Bluestacks 4? Это, можно сказать, замена телефона. Только большинство игр можно играть на большом экране. Например, в игру Rise of Civilization. Играть в нее можно прямо на Bluestacks 4, не парясь о мощности вашего девайса. При этом, фармя ресурсы в Rise of Civilization, вы можете просто зарубиться во что-нибудь другое, тупо в другом окне. И не париться то, что у вас сядет от этого всего дела зарядка. Короче, это проще прочувствовать, чем объяснить. Поэтому ссылочку я оставлю в описании. Ну а теперь перейдем ко второй попытке. Там все вышло гораздо интереснее. Так, сейчас попробуем найти. Давай, главное не упасть. О, хорош. Ну, ладно. У меня П... Ну, это Кольт, короче. И Юмпик, все. Падает народу куча. Ну, как бы нормально. Так, у нас уже здесь. У меня нет патронов. Иди сюда. Давай еще. Куча народу. Один убежал. Блин, опять без патронов. Все, у меня кончились. Да, ребята. А, он добивает. Ты что, охренел что ли мои фраги? Тырить, мразь. Просто с кулачины берет, добивает мои фраги. Подсасывает. И причем уже двоих подсосал. Да ты наказан, слышишь? Вот скотобаза. Он просто подсосал все мои фраги. Вот это мразь. Как вас таких вообще держит земля? Ой, эмочка. Сорян, у меня больше ничего нет. Поэтому отдай сюда быстро. Так, погнали. Ну, я 30 патронов. Я вообще этот. М-24. Я видел, я не стал брать. Ну, хоть что-то. Так. Ой, бежит там в середине. Дал ему. Я нашел патрон. Дал ног. Все, ног. У нас тут один должен крысить. Там дальше один. Еще выше. Максик. Возле него, возле нокнутого. Блин, из этих подсказок ни хрена не видно. Да, реально хардкор. Так. АКМ. Ко мне заходят с 80. Вот здесь. Пойдут. Опа. Ты-то кого забрал? АПК. Хорош. Тут у меня где-то ползали только что. Ну, наверное, крысит. Справа. Вот, это он. Это который, короче, бегал, я тебе говорил. Я понял, понял. Так, ну все, минус. Опа, там еще народу до задницы. Так, пошли. На дальних контейнерах. Окей, я увидел. Вижу, вижу, вижу. Ну да, блин, прикольно. Ни патронов, ни хрена, ни подсказок, ничего. Сиди, разбирайся, называется сам. Ты к ним подсасываешься, погоди меня. Да, пока, пока они перестреливают. Я бегу. Они внизу, надо обойти их. У меня тут сковородка, самое то. Ага. Я наверх там, бруд, залезу сейчас. Вот, тут ДП. Блин, ДП и 25 патрон к нему. Че взять, че взять? Возьму ДП и 25. Ой, вон, 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 вонгара, Макс. Я перестреливаю. Нокнул. Артехмет. Да, Артехмет от Кисандер сделал. Там еще один ходит. Там еще с ним. Хорош. Готово. Это ты моего добил, да? Или... Готово, я же говорю. Нифига ты, батя. Вот он жук. Я думал, я его убил. Так, отлично. Все, вот у этих все оружие было, прикинь. У этих все было оружие. Они все, все забрали. Тут еще, кстати, кто-то есть по-любому. Потому что там на дальних еще самых стреляли. Вот те, вроде бы, обычная катка, да? А народу все равно больше. Потому что здесь уже похоже на ПК-шный ПАПК. Даже не в подсказках этих делах. Хрен с ними вообще. Тут просто народу до задницы падает. Тут такое мясо было, я такого СПК ПАПГа не помню. Сейчас найдем. Тут главное посмотреть, потому что тут, скорее всего, еще кто-то был. Вроник первый есть, только сверху вижу. Опа! А, в контейнере лежит крыса. Прямо, прям в моем контейнере выходит. Один? Крыльца-то. Да. Заползай в контейнер. Вот он, а я смотрю, что это тело лежит. А я говорил, что здесь еще есть. Сто пудово, потому что вот как раз в этой стороне и бегали. Причем, вообще, тихонько. Я сверху пробежал, я ничего не услышал. Он не палился вообще ни грамма. Что тут у него? Блин, без всего. А у того, это другое. Вот там, у Тай, того, что на улице. А, у него... Ну, он нокнулся. У него еще друган где-то по-любому сидит. Так же, наверное, обосранные штаны. Вдруг обосранные штаны. Хоть аптечка есть. Скар нашел. Надо тебе Скар. Не, у меня меня и будет. Могу аптечку дать, буст, могу дать. Все есть. 30 человек осталось. Прикинь, такую зону, это как вообще? Это законно? 30 человек просто. Ну, хотя, в принципе, она уже почти сузилась. Но обычный человек 40-50 остается. Там чел бежит на 20. У моста. Вот здесь. Дал ему. Мансует. Еще кто-то по нему работает. Ой-ой-ой, это по мне. Два раза с коряка по нему дал. Блин, перезарядка. Бываю, что ее нет. Патроны кончились. Твою девисть. Да как ты выжил-то, дядя? Ну? Он добежал и лег. Куда добежал? Он к реке убежал туда вниз. Я понял. А меня кто-то с горы напротив еще шатнул. Представляешь? Сам. Один-один бежит до сих пор. Ну, вижу, стоит один желтый. Желтый стоит на 50-ого моста. Да-да, вот это вот. Пошел забирать его. Надо просто пушить, потому что... Он бежит, я не могу. Я вижу текстура, да. Попал по нему. Два раза. А пометь его еще раз девать. Убегает. А пометь его? Вот в этой стороне был. Он дальше бежит. Сейчас я хируюсь, я сейчас захируюсь и пойду его уже уработаю. Точно там был. Он убежал резко вниз. Тоже же вылезть. Ну, хз. Нету. Представляешь. Ну, надо бежать в зону, наверное, тогда. Ну, да. Вижу одного. Он дальше побежал. Я его ударил. Он дальше уже очень далеко. Вот там. Да ну нахрен. Фига, он далеко. На, собака. На, собака. Попал. Жестко, жестко. Тачка. Я просто какая-нибудь. Вот еще в начале по тебе стреляет. Ты вообще не понимаешь, откуда. Блин, просто прилетела. И на слух определяйся, иди, откуда он вообще шатнул у тебя. Че, здесь на горе выйдем? Давай, да, да, да. Ты мне сковородку обстрелял. Бегут, вот там бегают. Встреча в ahead. Угу. Вон, видишь? Только давай не будем стрелять. Вон, остановился, лутается. Блин, больно на бота похож. Видишь? Да, вижу, убегают. Говорил, стрелять не будем. Да, это я так всегда делаю. Нормально, Тим. Пойдем туда поближе, что ли? Далековато. Ну, давай, короче. Да, давай. Блин, ну, не знаю, у меня есть во мне такое чувство, когда я вроде понимаю головой, что лучше не стрелять, но такой, ну, не-не, сейчас выстрелишь, аномальный же хедшот будет. Ага. И такой, угу. Ладно, нас двое, он один, наверное. Попробуем. Блин, это сквады же еще. Да убежал, да, блин, зря я его спугнул. А, и поехали. Видишь, правее, 185, можем работать. Не по... Блин, вон они возле нас. Пиздец, че, ты как... Я так вообще плотненько по ним прожал. Один раз попал. Я очень плотно прожал. Они, походу, остановились. 9 гранат, Карл. Поехали. Сели в тачку. Это они. Да, вниз. Блин, капец. Они на дроп, походу, поехали, да. Будем? Я не вижу. Вижу. Их машина дымится, и я его нормально снес. Они на правую уехали? Да, на правую сторону, на гору. Блин, они еще здесь... Да, они еще здесь остановились, собаки. Блин, я их потерял, что-то. Прямо у дропа. Да ладно, ифига. Машина вон есть. Все, они уже у дропа, у меня уже... Там, пипец, далеко же. Вон, стреляются на 265 у вазика. В поле? Да, лечь за вазиком самая хорошая идея. Так, кто? Это здесь прям. Машина. Машина. У меня. Битый. Вон в шок битый. Одного убил наверху. Окей, а тачку... Наверху подъехал на вазе. Я думаю, тут еще мимо меня машина проезжала сейчас. Да, 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 две машины было. Один остановился, я его убил. Второй проехал. ХЗ, че? Куда пойдем-то? Сейчас я посмотрю на вазике, который подъехал. Он сразу умер. Тут еще вниз уехал тоже, чел. Так. О, какое? Еще, значит, это босс. Биг босс. Биг босс. Так, а, кто еще? Биг босс. Он бежит внизу в доме, вот этом. Взрывы в доме. А, нифига себе, в доме. Это у меня глюкануло. Это его дружбан, походу. Он был не в доме, а... Ближе гораздо. Либо еще один дальше есть. Как вариант, кстати. Кстати, дача вон красная внизу битая стоит, если что. Слышишь? Ага. Это как раз эти персонажи и лутали. Походу, которых мы зажали. Там еще вниз, на 3045, на 3050 вниз уехал УАЗ. Он вообще краснючий был. Там вообще писюминка он взорвется. Но он выжил, короче, пацаны. И вот в тех домах были ребята. Дымы только что пошли у дома. У какого? Да, вон, а выбежал из дома. А, и ты про нижний дом говоришь? Окей, значит, все-таки там... Да. Знаешь, мне не показалось. Он нокнулся, еще один должен быть. Внизу? Это внизу. Значит, два в два остались. Задний по-любому. Либо это те друзья того пацана, которого ты нокнул. Либо сзади еще один пойдет. Они здесь, сверху. Они здесь, да, снизу, внизу. Так, у нас зона. Его откуда-то с травы, походу, разрубили. Пытаюсь понять. Не вижу. Видишь эти дома белые? О, деревья белые. Да. Бежит передо мной. Там лежит. Дерево передо мной на 285. Сейчас гранаты пошли. Сейчас пойдет. О, хорош. Это сразу. Ластовый, ластовый остался. Фига, он там шпарит. Давай гранатами его закидаем. Можешь пометить? О, хорош. Вот, все. Йоу. Вот это хардкор. Ну да, слушай, есть тут что-то хардкорное. Потому что без этих подсказочек вообще сидишь как будто в аквариум. Выпросили тебя в открытое море. Типа сам плавай как хочешь. Ну да. Ну еще нормально. Не знаю. Матский блок. Ну и в итоге что можно сказать? Лично мне, да и Максу, я думаю, очень понравился режим хардкор. Правда, очень жаль, что он не имеет отдельного рейтинга. Так как было бы довольно круто играть без ботов. Это бы больше оттачивало скилл, чем битва с 8-битными болванчиками. Да и пока что можно в него играть только от третьего лица. Хотя что мешает разработчикам сделать его от первого, я не понимаю. Но в любом случае было круто. А вы пишите в комментариях, как вам новый режим хардкор без ботов. Играли ли вы уже или нет. И конечно же ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. С вами был Муамадрас. Увидимся в новом видео.